Футбольный фристайл Субтитры создавал DimaTorzok 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 Просто импровизировал с мячом. Кто? Кажется, Роналдиню это был. Ну вот, тогда все понятно. А девчонки занимаются этим спортом? В России их мало, их порядка, наверное, двух-трех. В Европе их больше, конечно же. На Дальнем Востоке их совершенно нет. А ничего, мы исправим это. Это как бы доступный вид спорта для всех абсолютно. Как и для мальчиков, так и для девочек. Поэтому абсолютно разницы нет никакой. А травмоопасный? Нет, не совсем. Ну, бывают, конечно, казусы случаются, когда делаешь сложный трюк. И в прыжке можешь просто наступить на мяч, в общем-то, и со всего размаха упасть в землю. Всякие травмы. Ну, вообще, можно даже ногу подвернуть. Но если аккуратно заниматься, постепенно, от простого к сложному, то, в принципе, травм не будет. У меня, кстати, не было их. Ну, да, если сравнивать это с другими видами спорта, то, в принципе, мне кажется, это минимальную опасность для здоровья представляет. Смотри, сколько плюсов. Заниматься могут и мальчики, и девочки. Не травмоопасный, как мы сейчас выяснили. Купил мяч, и вперед. Тебе не нужно специальной экипировки, да, какой-то, я так понимаю. А какие еще преимущества? Вот что больше всего тебе нравится в этом спорте? Ну, я... Меня привлекает тем, что можно как-то самовыражаться таким способом. То есть, игра, например, в команде футбольной, да, это как бы командный вид спорта. Фристайл – это больше индивидуально. И тут ты просто показываешь себя, трюки, выходишь на площади, там, тренируешься. И люди смотрят, то есть, и тоже приятно порой слышать, когда, ну, слова восхищения, то есть, свой адрес. Это круто. Своего рода выступление такое? Да, 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 да. Насколько он сегодня популярен в мире? Он набирает свою популярность, я скажу так. Конечно, турниры способствуют, да, его больше популяризации, то есть, ну, в целом, сейчас порядка, наверное, ну, в каждом городе, наверное, более-менее крупном порядка 200 человек точно есть. Это вот в западной части ближе, да, в том числе в России, там, Питер, Москва. В принципе, он набирает популярность, я думаю, что спустя лет 5 будет больше людей, будет, блин, более крутые турниры устраивать, в общем, будет гораздо больше их вот. А как у нас дела обстоят сегодня с этим видом спорта? У нас, ну, в Дальнем Востоке в целом, в Приморье, ну, не очень дела, потому что многие, которые занимались раньше, их было больше, чем сейчас. Сейчас все забросили, учеба, работа, да, они как-то, ну, это связано, наверное, с тем, что здесь не проходят крупные турниры по фристайлу, поэтому, ну, не у всех есть возможность, как бы, ездить в Москву куда-то, поэтому они как-то забрасывают. Маша остается так в качестве хобби и все. У нас только на Дальнем Востоке два человека, Александр Донченко и я. Редкие птицы, да? Да, которые еще. Ну, я так понимаю, вы делаете все возможное, чтобы как-то популяризовать этот вид спорта? Да, безусловно, безусловно. Что, например? Проводим мастер-классы, у Александра есть своя школа в Хабаровске. Я тоже планирую открыть свою школу здесь, в Владивостоке, но всему свое время, скажем так. Ну, в принципе, выступление, надо показывать себя, надо тренироваться, люди будут подходить, узнавать, и, в принципе, можно провести так же на месте открытый урок, скажем, вот. Так что, ну, так вот. А со скольки лет лучше начинать? Можно начинать? Ну, как и с футболом, это, в принципе, ну, не знаю, лет с девяти можно, в принципе, точно начать и достичь нереальных высот. Вот. Кстати, у меня есть пример, я смотрел в группе в фейсбуке супербол, да, чемпионат мира, который будет в Праге в августе в этом году. Там видео отправил на конкурс 14-летний парень, то есть, видите, как он неплохо делает трюки, то есть, это достойное восхищение, занимался его как раз в девяти лет, наверное. Ну, чтобы научиться делать трюки, в принципе, много времени не надо, то есть, конечно же, он там делится на некогда дисциплину, то есть, можно выбрать какую-то одну и добить его, там, не знаю, буквально. За год научиться делать крутые комбо. А есть ли какие-то факторы, которые могут мешать? Погодные условия, ну, понятно, что сильный дождь, наверное, будет, да, там, а вот какие еще моменты могут помешать занятию? Мне, мне, в общем-то, не нравится, очень не нравится, ну, как и Александру, то, что постоянно дует ветер, ветер, то есть, это мяч улетает, как-то отходит от траектории, ты теряешься, и это порой так мешает, что невозможно вообще тренироваться, берешь сумку, идешь домой просто, и все. Вот, ну, если есть зал, то, конечно, можно. А где у нас в городе, как правило, вы тренируетесь? Я на площади в основном тренируюсь, вот, выхожу на площадь и делаю трюки. Как люди реагируют? Оборачиваются, смотрят пристально, вот, что же он делает, кто он такой, вот, ну, это нравится им, это нравится. Некоторые подходят, то есть, жмут руку даже, то есть, молодец, круто, я даже такого типа не знал. Спасибо, спасибо. Мы уже затрагивали с тобой сегодня тему футбола. Вот возникает вопрос, есть ли так много мальчишек, девчонок, там, по стране, в мире, ну, в частности, в данной ситуации, по стране, которые так классно владеют мячом? Почему у нас проблемы со сборной по футболу? Да, это точно, ну, не знаю, тут, наверное, больше... Или есть какое-то отличие, ну, понятно, что оно, конечно, есть, но мне кажется, оно же не настолько серьезное, это же владение мячом. Ну, да, безусловно, то есть, я не знаю, они, наверное, мало уделяют тренировкам индивидуального мастерства, то есть, тут, конечно, ты постоянно с мячом, этот контроль, он повышается, чувство мяча, вот, а они там просто пинают мячики и все. В тактическом плане развиваются. Не хватает, да, не хватает русскому футболу то, что вот именно мастерства каких-то вот таких технарей. И опять же техника-наработка, да, постоянная? Да, да, да. Кстати, было бы неплохо, если все наши футболисты умели владеть так мячом, как мы. Может быть, ты займешься этим вопросом? Я подумаю. Смотри, какая хорошая идея. Да, хорошо, было бы неплохо. Вот тебе для развития, да, идея на засыпку. Спасибо. Давай поговорим немножечко о трюках. Я знаю, что их, конечно же, огромное множество, так как имеет место быть импровизация и постоянно что-то новое появляется, но все-таки есть какие-то основные группы, на которые ты можешь поделить все трюки? Да, есть. Ну, вообще, в принципе, фристайл делится как бы на три дисциплины основных. Это аппер-бадди, да, трюки на голове, там, на висках держать. Вот. Ловеры, ловер-бадди, это трюки стоя просто ногами. Ну, и ситинг, ты сидишь и жонглируешь с мячом, делаешь все возможные трюки. Конечно, есть множество стилей, также брейк-стайл, которым я владею. Вот. Ну, и всевозможные. Вот. Остальных не касался, поэтому я их как бы не помню. Ну, хардкор, там, да, есть, вот. Это, наверное, самая сложная группа. Хардкор, да. А что туда входит? Это вот трюки ногами стоя, то есть доходят до трех оборотов, то есть делаешь комбо, то есть несколько трюков подряд, то есть, да, вот, комбинации делаешь сложные вообще, то есть. Ну, хардкорщиков в России хватает, то есть Алексей Клементьев, представитель питерской команды, вот, он этим хорошо владеет. Ну, многие другие ребята, там, Аким, вот. Вот, ну, это нужно очень-очень много тренироваться, чтобы достичь таких вот высот. Это очень красиво смотрится, но не все понимают, ну, прыгают, что, куда, вертся ногами, что это, как бы. Но мы-то, как бы, знаем, что это очень круто, это очень круто, да. То есть вы в состоянии оценить степень мастерства сразу? Безусловно, да. Ну, понятно, что если там человек выходит, у него вываливается мяч из-под ног, то это уже не мастер, да? Да, это не мастер, да. А если уже какие-то сложные трюки, то уровень чувствуется, да? Безусловно. Я знаю, что у вас проходят онлайн-фестивали. Вы, соревнования, да, наверное, больше, а не фестивали. Как, что это значит, расскажи. Ну, это такая, знаете, очень даже хорошая вещь, я скажу. Человек, то есть, снимает видео, там, по лимиту, как обозначат организаторы, и, как бы, устраивает, как бы, ну, показ, показ своих трюков, своего уровня, где судьи в дальнейшем оценивают, отбирают уже лучших. И вот так вот, таким образом, то есть, выявляется чемпион именно онлайн-турниров. Но это напрямую происходит, трансляция, да? Нет, трансляция, нет. Ты запишешь видео, как бы, да, одним кадром, можно не один, там, кадр сделать. Ну, любое видео, в принципе. Да, показываешь и все, они там уже лишают, кто, кто, ну, там, как бы, туры делятся, ты не один раз снял, и все. Там, типа, типа батлов, таких, знаете. Угу. Так. Вась, ну, я так понимаю, что ты бывал на соревнованиях различных. Расскажи, где, как все это происходило? Ну, первый мой опыт участия в турнирах был, наверное, в 2012 году, когда Владивосток как раз проходил отборочный этап чемпионата мира по фристайлу, Red Bull Street Style. И я, правда, в тот раз ничего не выиграл, но ничего страшного. Вот, ну, и с тех пор я вот в прошлом году, видите, когда, в 19-й год и 15-й, а, 14-й. 14-й, два года. Спустя два года, да, то есть прошел вот в прошлом году фестиваль, дальневосточный контест был по фристайлу, игра трех на набережнице Сыревича проходил, которым я занял второе место, это круто. Спасибо организаторам за такой турнир, за возможность встретиться с своими знакомыми, ребятами, другими фристайлами с региона, да, и поменяться опытом. То есть... Это всегда полезно и здорово. Да. А ты со скольки лет сам занимаешься? Я с 20... С 20. Ну, это с какого года получается? Так, или... Сколько лет? Так... Блин. Ну, лет пять или меньше? Нет, ну, да, порядка четырех лет. Порядка четырех лет. Да, да, да. То есть ты уже дошел до такого уровня, что занимаешь вторые места, достаточно быстро, я так понимаю, можно развиться? Очень быстро, да. Я бы, наверное, раньше занял, если бы они почаще проходили турниры. Будем надеяться, что будут чаще. А нужна ли какая-то особая физическая подготовка, выносливость? Безусловно, нужна. Да, это своего рода бег, это прыжки. Постоянные, да? Да, это такие нагрузки, да, когда нужна хорошая выносливость ног. А, конечно, тренируется с годами, но в принципе особой как бы подготовки не нужно. Фристайл, мячик, кеды. И вперед. Да, и сам занимайся, тренируйся. Как бы я говорю, от простого к сложному переходишь, ты уже сам понимаешь, что ты можешь, ты можешь лучше, и ноги выдерживают. Ну, ты параллельно как-то еще занимаешься или только исключительно этим видом спорта? Нет, что вы, я вообще разносторонний человек. Я на гитаре играю, и в футбол порой бывает. Нет, я имею в виду спорт сейчас, это все хорошо. Вот, чтобы укреплять, например, мышцы ног, я не знаю. Ну, я подумываю, конечно, начать бегать по утрам, потому что после... Все мы подумываем, начать бегать по утрам. Ну, я всерьез так задумался, уже второй день думаю. Надо бегать, надо тренировать в носу все равно для более сложных трюков, надо как-то все равно подготовить ноги. Ну, пробежка, футбол. Вот, занимался, по-моему, никуда, но долго не занимался. Все-таки мяч. Все-таки мяч, да. Ну, каждому свое, это тоже здорово. Вы даете мастер-классы, а приезжает ли кто-то к вам с мастер-классами? Как вы наращите свое мастерство? Потому что все равно какие-то советы наверняка нужны, что-то новое появляется. Вы же ведь делитесь, да, с какими-то секретами. Да, 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 да. Как раз вот таким моментом, наверное, выступают у нас турниры, как раз когда собираются лучшие фристайлеры, да, на турнирах, и ты просто подходишь к этим звездам и берешь совет, спрашиваешь, как сделать трюк, подскажи. Они вам показывают там свой уровень, то есть таким образом мы обмениваемся опытом. Ну и, конечно же, вот когда снимаем видосы для Ютуба, да, то есть люди тоже с разных уголков мира смотрят, то есть таким образом тоже можно обмениваться опытом. Сегодня, конечно, вообще здорово, что есть интернет, потому что если раньше не было возможности общаться и обмениваться опытом, как ты говоришь, я имею в виду сейчас любую сферу, да, в том числе спорт, то сегодня есть такая возможность делиться видео, и это здорово. Мне кажется, это поможет во многом популяризовать у нас на Дальнем Востоке этот вид спорта, футбольный фристайл. Да, я надеюсь на это, очень сильно надеюсь. Я знаю, что вы также добрым делом занимаетесь. Видела, что твой хабаровский коллега давал мастер-класс для детишек из детского дома. Мне кажется, это очень хорошая практика. Расскажи, у тебя уже был такой опыт или только планируешь? Ну, у меня был опыт проведения, конечно, мастер-класса, но я не работал с детьми в такого рода смысле. Он, конечно, очень большой молодец, но планы есть, безусловно, планы очень даже грандиозные. И я даже планировал, сейчас мы работаем, конечно, над этим, открытие федерации уличного футбола здесь на Дальнем Востоке, в Приморье, в частности. И работать именно с детьми, с неблагополучных семей, которых, в принципе, не хватает. Вот и популяризация. Вот смотри, да, то есть, может быть, некоторые не занимаются, потому что не знают или ленятся. А этим детишкам необходимо внимание. Пользователь здоровья, опять же, никогда не будет лишним. И если, мне кажется, прийти и предложить свою помощь в организации мастер-класса, то они только с радостью и только за будут. Тем более у нас есть спортивные детдома, где дети уже подготовлены, и у них, мне кажется, получится. Тем более это, наверное, очень весело. Это очень весело. Я, когда приехал с Хабаровска, сейчас просто, знаете, столько положительных эмоций. То есть, вообще, это очень круто было. Крутая поездка. Блин, вообще. Хочу обратно, хочу обратно в Хабаровск. Вот вы занимаетесь на улице чаще, да, на открытом воздухе. Мы уже говорили о том, как реагируют люди. Хочется подробнее узнать. Мне кажется, наверняка подходят. Это и у них вызывает положительные эмоции. Что говорят? Что спрашивают? Ну, во-первых, спрашивают, ты футболист? Сразу первый вопрос. Это такой первый вопрос, довольно популярный. Ну, я, конечно, начинаю рассказывать про то, что нет, вовсе нет. Это совершенно разные виды спорта. Ну, в целом, там доходит уже до более таких интимных вопросов, скажем, ну, таких близких уже личных. Вот. А так, в целом, то есть, они восхищаются, очень, очень нравится, то есть, чем занимаются. Они вообще удивляются просто. То есть, я не знал о таком. Вот. Был, конечно, казусный момент такой. В Хабаровске к нам подошли двое ребят. Они выглядели очень забавно, знаете. Один был с алкоголем, и они нам утверждали, что они один паркурщик, нам вообще нужно заниматься мне футболом, ему баскетболом. И то есть, мы просто собрали вещи и ушли от них. То есть, разные люди приходят, спрашивают разные вещи абсолютно. Ну, таких, конечно, хотелось бы, от которых. Последний раз я сказал выше, чтобы было их меньше. Потому что мешают тренироваться. Мне очень приятно с ними иметь дело. Вась, у нас остается немного времени. Я бы хотела попросить тебя рассказать о своих планах. Ну, как я уже упомянул, наверное. Будем открывать федерацию здесь, на Дальнем Востоке. Вот. Ну, и хотим, хотим проводить больше мастер-классов. И чтобы здесь проходили как-то больше турниров. Здесь, на Дальнем Востоке. Чтобы как-то они развивали. Фристайл здесь. Или бы нам просто брать самим это все устраивать. Организовать турнир и привлекать людей. Вот. Ну, и, конечно же, хочу я придумать трюк. А у тебя есть уже наработки этого трюка? Он сказал, что-то здесь у нас. Но, к сожалению, студия не позволяет. Это чревато серьезными последствиями, я боюсь. Спасибо тебе большое, что пришел к нам. Я желаю тебе удачи. Спасибо. Спасибо. А я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Аплодисменты. 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 Продолжение следует...